Ну а в зоопарке Перу впервые публике показали двух редчайших белых бенгальских тигрят. И очаровательные создания родились всего два месяца назад, им даже еще не придумали имена. Но свой норов они уже показывают сейчас, пытаются рычать и кусаться. Характер у них как у настоящих будущих хищников. Сейчас тигрята весят около 8 килограммов и развиваются очень хорошо. На голубоглазых малышей приходит посмотреть многочисленные посетители зоопарка. Мать белой тигрицы Кларите присматривает за детенышами, играет с ними, следят за здоровьем малышей и ветеринаров. Эти белые бенгальские тигры – исчезающий вид. Они не существуют в естественной среде обитания, только в неволе. У нас в Южной Америке есть несколько мест, где они живут – Аргентина, Чили и Перу. В нашей стране такие тигрята родились впервые. Белые тигры находятся на грани исчезновения. В дикой природе их насчитывает всего не более двух тысяч. В неволе они могут жить всего лишь 25 лет. Все-таки уникальное животное – белый тигр. Шутка природы – это как белый слон. И редки они из-за того отчасти, что в реальных условиях это животное вряд ли способно самостоятельно выжить. Именно поэтому это скорее шоу животное. Частота появления белых тигров – это одна особь на 10 тысяч с нормальной окраской. Белые тигры превосходно размножаются в неволе, в частных и государственных зоопарках мира их всего около полутора сотен. И больше всего их в Индии на родине. Их можно увидеть там почти в каждом штате. Завораживающие животные – большая белая кошка. Это ошибка считать, что это альбинос? Ну просто такая аномалия. Редкость обеспечила этой кошке магическую и священную репутацию, а в дикой природе – беда. Ну представьте себе, джунгли, где для хищника требуется маскировка, внезапность и такое вот белое пятно. Это не фотошоп. Не подкрадешься незаметно. Последний известный в природе белый тигр был застрелен в далеком 1958 году. По меркам эволюции это не так много, а для тигра это практически все. Так вот, потомки вот эти – это потомки императорских индийских тигров, и все они в неволе. Предположительность их жизни меньше по сравнению с обычными тиграми, и существенная, и они имеют очень хрупкое здоровье. Раньше считали, что эти хищники произошли из Сибири, якобы белый цвет является маскировкой при жизни в снежных условиях. Но на самом деле белые тигры появились именно в Индии и размножились искусственно. Из-за этого имеют различные генетические дефекты, такие как плохое зрение, косолапит, изогнутый позвоночник, шея, проблема с почками. Мне теперь судьба этой, можно сказать, о домашней кошке целиком и полностью в руках человека. Самке для жизни обычно достаточно 20 квадратных километров в глухой тайге, а вот самцу требуется значительно больше – до 100 квадратных километров. Безлюдных мест все меньше, и тигров соответственно. Хищник может ловить не только рыбу, кстати, удивительно, но и раков. Ученые говорят, чтобы спасти тигра, нужно спасать кедр. Орехи он не ест, а вот кабанов до 50 в год ему просто необходимо. И кошка это понимает, что к человеку лучше близко не подходить. Ну и давайте теперь посмотрим модельный ряд тигров, который представлен в нашей природе. Это белоснежный, это стандартная базовая комплектация, про это мы и разговаривали. Это белоснежный тигр. И вот, собственно говоря, давайте поговорим про вот эту породу. Их всего-навсего 25. И это тигр, в котором фактически нет черных полос. Он всего лишь золотой и белый цвет имеет. Их 25. Ну и стоит он, наверное, все-таки как Монолиза. Каждый. Спасибо.